МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Добро без границ. В Чувашии подвели итоги благотворительного марафона. Быстрое реагирование на М7. Открылся пункт скорой помощи. Детский мундиаль. Команды столичных детских садов провели товарищеский матч по футболу. Сегодня в детском санатории «Лесная сказка» официально закрылся благотворительный марафон именем детства во имя детства. Но, как известно, добро не имеет хронологических рамок. Поэтому организаторы и участники подвели итоги акции и сразу же наметили планы на будущее. Впервые благотворительный марафон в пользу детей был проведен в 1995 году. Это были сложные годы, когда помощь понадобилась очень многим семьям. И тогда детский фонд Чувашии начал собирать деньги, чтобы поддержать самых незащищенных граждан. Времена изменились, а добрая традиция осталась. 23-й по счету марафон именем детства в защиту детства стартовал в феврале этого года. Сегодня его организаторы подвели итог. 7 миллионов 700 тысяч рублей. Но милосердие и забота измеряются не деньгами. Само цель же, допустим, собрать 10 или 20 миллионов рублей. У нас же ежегодно физические лица, юридические лица делают свой вклад по велению своего сердца в этот благотворительный фонд именем детства во имя детства. Это во-первых. Во-вторых, очень много вовлеченных людей. Кто-то 100 рублей, кто-то несколько тысяч рублей платит. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у жителей Чувашской республики есть душа и сердце. Они все готовы сделать для вот этих детей, для наших дорогих детей. Средства, собранные детским фондом, традиционно распределяются по самым актуальным направлениям. Для больниц закупается новое оборудование и средства реабилитации. Для социальных учреждений – мебель и игрушки. Кому-то нужно лечение, кому-то поддержка для участия в конкурсах, кому-то обучение. У нас принцип сбора средств такой. Вот 7,5 миллионов, 7,8 миллионов в этом году мы собрали. Каждый муниципалитет, который собирает на своей территории, он эту сумму фиксирует, собирает и потом нам дает предложение. Почему? Потому что муниципалитеты как раз знают, куда надо направить деньги. Они ближе к этим детям, к бедам, к проблемам. И если они соответствуют нашим уставам, эти расходы, мы даем добро и направляем. Но есть у нас федеральные программы. ДЦП, допустим, больные. Или центр по детям на проспекте Мира, который... Значит, потом мы школьную волейбольную лигу проводим. Это тоже мероприятие достаточно большое. И грант президента Российской Федерации в этом году мы получили. И при совокупе к нашим деньгам получились неплохие суммы. Глава Чуваши искренне поблагодарил всех неравнодушных людей, откликнувшихся на призывы детского фонда. За 23 года сформировалась целая армия рыцарей детства, которые не пропускают ни одной возможности поучаствовать в судьбах ребят. У детей много потребностей, но и помощников, к счастью, тоже много. На самом деле, пообщавшись немного с детьми, вот почувствовав энергетику, услышав их смех, понимаете, хочется творить и хочется делать добрые дела. Поэтому мы должны быть вместе на нашей земле, никогда не должен смолкать детский смех. Елена Гальперина, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Решить историческую проблему. Заменить изношенные котельные в муниципальных образованиях. Цель поставлена главой Чувашии. Средства начали выделяться еще в прошлом году. Программа рассчитана на ближайшие три года. Все социальные программы будут выполнены в полном объеме, подчеркнул заместитель председателя правления Газпрома Валерий Голубев. В первую очередь это касается газификации территорий. Региональные власти также готовы инвестировать в бесперебойное снабжение жителей благами цивилизации. Теплоснабжающие организации республики несут долговое бремя. Сложно расплачиваться за газ в полной мере, когда котельные дышат на ладан. И жители с недовольством и непостоянностью платят за тепло. В этом году на реконструкцию отопительных систем выделено 206 миллионов рублей. Прежде всего городу Шумылье, как проблемный город. И пять котельных, соответственно, это включая и Козловка, город Козловка, будем реконструировать, модернизировать для того, чтобы на самом деле все те потребители, которые никогда не говорили больше, что там котельные старые, и мы топим улицы, и за это нам надо платить. Изменения в пенсионном законодательстве в части повышения пенсионного возраста самая обсуждаемая сейчас тема. Разговор об этом неизменно заходит во время рабочих поездок главы республики по муниципалитетам. Свои соображения высказывают и представители различных профессий, общественные деятели. У нас в коллективе, в общем-то, у нас относительно молодой коллектив, средний возраст работающих примерно 38-39 лет, достаточно положительно относится к этому законопроекту. И, на мой взгляд, все-таки, как бы вот среди молодых людей среднего поколения превалирует мнение, что тот пенсионный возраст, который наступает на сегодняшний день 55 лет, у женщины 60 лет, это, конечно же, не возраст, когда нужно завершать работу там, да, и посвящать себя только полностью себе. Все-таки молодое поколение, оно более активное, более энергичное. И, на мой взгляд, на сегодняшний день условия жизни таковы, что, я думаю, что можно продолжить и нужно продолжить свою трудовую деятельность после вот этого периода. Ну, в частности, у нас, конечно, женщины в 55 лет не хотят выходить на пенсию. Это, наверное, ну, вполне нормально в социальной сфере, особенно в здравоохранении, в медицине, где к этому времени медицинские работники набирают наибольший опыт, да, они становятся действительно профессионалом с большой буквы, и, безусловно, как бы тот опыт, который имеется у квалифицированных медицинских работников, он востребован. Действительно, это так. Вот, значит, то, что касается хирургов, наверное, здесь, может быть, есть какие-то определенные сложности, но надо учитывать, что у медицинских работников ведь начисление выслуги лет по стажу, по выработанным годам в здравоохранении ничего не меняется. То есть вот 30 лет вполне достаточно для того, чтобы получать пенсию. И многие, кстати, этим пользуются. И лишь единицы, которые действительно выходят на пенсию по выслуге лет, а все продолжают работать до наступления пенсионного возраста. Ежедневно к нам в центр приходит более 100 человек. Это пожилые инвалиды. И такие активные наши пожилые к нам приходят. Они сами говорят, после выхода на пенсию 55-60 лет дома сидеть очень скучно, потому что дети выросли, внуки все выросли, а свою энергию куда-то нужно реализовать. И они занимаются у нас физкультурой занимаются, творчеством занимаются, кукольным театром играют, социальным туризмом занимаются. И вот глядя на этих бабушек, я всегда говорю, неужели в таком возрасте, 55 лет, можно дома находиться. И вот в последнее время везде говорят про изменения пенсионные законодательства. И мы нашими бабушками эту тему тоже обсудили. Как они смотрят на это изменение в пенсионном законодательстве. Они сами с удовольствием говорят, как можно 55 лет дома сидеть. И благодаря вот этим нашим активным бабушкам, потому что у них энергия на самом деле кипит, 2017 год у нас вот как раз и реализуется проект «Экспресс-бабушки». Мы этот вопрос обсуждали в общественной палате еще ваше. Присутствие экспертов, присутствие, скажем, людей, которые уже сами давно выходятся на пенсию, люди, которые готовятся к выходу на пенсию. И, конечно, предложения были разные. Говорилось и вплоть до того, что есть люди разных специальностей. И если для кого-то, например, в 65 лет, да, это нормальный выход на пенсию, а для определенной категории людей, связанных, во-первых, с, ну, скажем, хирурги, врачи, которые делали эту операцию, да, это же в них, этих людей, в их руках жизнь и здоровье наших людей. Еще ряд, называя специальности, здесь были некоторые сомнения. Я думаю, что сейчас, так как это обсуждение идет открыто в Российской Федерации, у нас в республике, в средствах массовой информации, на обсуждениях, здесь самое главное не замитинговать эту ситуацию, понимаешь, потому что, когда на митингах, всегда там действуют эмоции, а здесь надо рассуждать об этих вещах. Эти, все, эта информация собирается в администрации президента России, в правительстве Российской Федерации, в Государственной Доме. И наверняка, я уверен в этом, что будут внесены те поправки, которые бы в большей степени удовлетворяли те пожелания, которые высказывает трудящаяся в процессе вот этого обсуждения. Когда на счету каждая минута, в Чувашии появился трассовый пункт скорой медицинской помощи. Открылся он возле деревни Андреева базара Козловского района, в минутной доступности от федеральной трассы М7. Место выбрано не случайно. Этот участок дороги является одним из наиболее аварийных. Выездная бригада скорой помощи всегда на месте. На трассовом пункте дежурят два реанимобиля нового поколения, которые оснащены всеми необходимыми приборами для поддержания жизненно важных функций. Это аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, если произойдет остановка сердца и ЭКГ-монитор. Позади 55 километров до Татарского Бурнашева, впереди 60 километров до Чебоксар. Именно этот участок дороги и будет обслуживать трассовый медицинский пункт. Увеличивается поток на трассе М7. За день приезжают десятки тысяч автомобилей. К сожалению, увеличивается ДТП пострадавшими. И с этой целью открыли станцию. Потребность большая. Было уже за время открытия пять аварий. Из них две серьезных аварии. Все обслуживали. Всех довезли пострадавших. Оказали помощь. Можно сказать, спасли жизнь. По статистике, бригада трассовой медицины прибывает на место ДТП в среднем за 13, при нормативе 20 минут. Медицинскую помощь здесь могут получить не только участники автомобильных аварий, но и проезжающие мимо водителей, которым стало плохо за рулем, и жители близлежащих населенных пунктов. Рифат Фатколин, Семен Антонов, Республика. Краеведческий, национальный, художественный, научный. Разных музеев можно насчитать несколько сотен. Как назвать музей, который мы с нашей съемочной группой посетили в самом невероятном, как мне кажется, месте, даже не знаю. Но экспонаты там действительно стоящие. ФЭТ. С этой серии фотоаппаратов началась история музея на предприятии управления отходами. Идея спонтанная. Сотрудники организации просто не смогли отправить технику легендарной марки на переработку, когда нашли его на сортировке. Большинство из них находятся в абсолютно рабочем состоянии. Единственное, что расходники для них достаточно тяжело сейчас в настоящее время найти. За три года работы здесь накопилось немало интересного и ценного. Денежные купюры и монеты, популярные в 90-е ваучеры, ставшая историей после появления компьютеров в печатная машинка. Перечислять можно очень долго. Теперь кусочки чьей-то жизненной истории собирают в новую. Историю музея полигона. Все же про некоторые из них так и хочется сказать. Как только рука поднялась, такое выкинуть. Среди находок на свалке даже благодарность за взятие Берлина. Наградной лист на гвардии сержанта Кудряшова Степана Макаровича, который непосредственно сам лично принимал участие в боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны. Помимо взятия Берлина, он успел еще освободить город Ригу. Успел отоборонять героические стойка Сталинград. Сталинград. Все прям так сложено, аккуратненько. За освобождение Севастополя также имеется награда. На этой же полке газета «Социалистическое земледелие» от 10 мая 1945 года. Экспонаты в музей поступают практически каждый день. Скоро, похоже, предприятию придется задуматься о расширении вовсе не производственных площадей, а музейных. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Игорь Зверев, Республика. Кубок России по маунтинбайку в дисциплине эстафета разыграли сегодня в Чебоксарах. О том, кто пришел к финишу первым, расскажет Ольга Пырычкина. Эстафета. 12 команд по 6 спортсменов. Некоторые регионы представили сразу несколько составов. Например, Чуваша и Санкт-Петербург. Команды смешанные. Это мужчины и женщины категории элита, так называемые андеры до 23 лет и юниоры. С точки зрения съемочного процесса маунтинбайк спорт тяжелый. У тех, кто уже передал эстафету, не так просто взять интервью. Здравствуйте, скажите, как трасса? Круто! Да вы! Как идете пока? Плохо идем. Так, что нужно делать? Чтобы лучше идти. Сама виновата. На чем, как думаете, какие сложности были? Технические. Быстрее всего у трассы справляется команда, которая шла с отрывом самого первого круга. Санкт-Петербургские олимпийские надежды финишируют первый. Впрочем, ее лидер, мастер спорта Руслан Борецкий, воспитанник чувашской школы. Трасса нормальная, тяжелая. Тяжелая? Кто самый сложный был сегодня? Подъем. Как обычно вдоль Волги. Подниматься тяжело было, так нормально. Второй к финишу приходит и еще одна питерская команда. Сперники держались, дали жару. Трасса отлично. Только жарко у вас. Так что? Отлично. В Питере прохладный раз? Ну да, но сейчас на 30 градусов, но все равно не так душно. Замыкающим в эстафетной гонке, как правило, ставят одного из сильнейших спортсменов. В чувашской команде это Евгений Евграфов. За него болеет папа. Даже вот выучился на права, не хочет ездить. Он везде ездит на велосипеде. Евгений приходит пятым. Ночью был дождь, трасса чуть грязная, но это мешает, нормально все. Заняли пятое место. Тут очень сильные команды. Санкт-Петербург две команды. Удмурты, Москва. Ну, пятое место сегодня, я считаю, как бы не более такой успех. Но будем надеяться в будущем, что будет лучше. Итак, кубок страны уезжает в северную столицу. Однако основной старт сезона чемпионат России еще впереди. Мы определим чемпиона России, который после этой гонки целый год будет носить майку чемпиона России, будет выступать за рубежом везде в этой майке. Мы сформируем по итогам этой гонки сборную команду России на следующий год. Также проведем отбор на чемпионат Европы и мира этого года. Недетские страсти кипели и на одной из футбольных площадок Чебоксар. Там состоялся товарищеский матч между командами двух столичных детских садов. За игрой наблюдала и наша съемочная группа. На этой спортивной площадке проходит свой детский мундиаль. Болельщики, тренеры, судьи и игроки. Все предположено в большом футболе. Команде напротив, фискульт, привет! Команде напротив, фискульт, привет! На поле команды 73-го и 78-го детских садов. Полянка и Колосок. С первых минут встречи на поле завязалась недетская борьба. Открыл счет команда Полянка, но Колосок отыгрался через пару минут. Игрок полосатых успешно реализовал пенальти. Два тайма по 10 минут, небольшое игровое время и множество опасных моментов. Команда Колосок дважды наказала противника за опасную игру в площади ворот. В этой игре сильнее оказались воспитанники 78-го детского сада. Мы сегодня играли в футбол. Очень сильно тренировались. На последних минутах мяча я вышел и хотел помочь своей команде. Я очень люблю футбол и хочу стать как миссия. Чтобы играть как футболисты с мировым именем, нужно постоянно тренироваться. В 78-м детском саду с детьми занимается профессиональный футбольный тренер. Где-то в среднем 30-40 минут. Этого достаточно. Вначале проводим разминку, учимся бить правильно мяч. Потом тактически тоже мы немножко расставляем игроков. И потом, естественно, играем в футбол. Сегодня даже показали, что могли выиграть более взрослую команду, которая была на голову выше них. За счет того, что они были более раскрепощены, не боялись соперника. Шли до конца и за счет этого, за счет воли, как раз и победили. Какой ценой достается победа и какой опыт можно извлечь из поражения, ребята уже знают. На футбольном поле команды разных детских садов встречаются регулярно. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Это все новости пятницы. Хороших вам выходных. Увидимся на национальном телевидении Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин